Школы Аларского района задолжали за электричество. Новость не из 90-х, которыми нас пугают, а свежая из эпохи стабильности. Учебные заведения накопили долгов на 18 миллионов рублей и оказались на грани отключения. Работники образования оправдываются отсутствием средств. В дело вмешалась прокуратура. После этого администрация района выделила деньги. Здравствуйте, в эфире особое мнение. В ближайшие 30 минут факты, события, выводы. Все то, о чем мы можем составить свое особое мнение. Самым громким событием недели стал судебный процесс о пожаре в развлекательном центре «Гравитация». При возгорании пострадали 13 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Разбирательство шло три года. В четверг суд поставил финальную точку. Юлия Шинкарюк расскажет, кого признали виновным. Шарфики обычно, да, когда надеваю какое-то открытое что-то, где может это заметить. Ну, длинный рукав стараюсь носить. Шарф теперь постоянный аксессуар для Иры Елисеевой. Он позволяет скрывать страшные шрамы от ожогов на шее. Получила их девочка три года назад, когда ей было 12 лет. В день защиты детей она была на химическом шоу в развлекательном центре «Гравитация» в Иркутске. В какой-то момент ведущие мероприятия допустили ошибку и произошло возгорание паровоздушной смеси. Зрителей, среди которых были и взрослые, и дети, обдало огнем. Ира пострадала больше всех. Она сидела в первом ряду. Вспоминать тяжело. Тяжело и больно. И мне, и Ирине. Вообще в нашей семье это событие разделило жизнь до и после. Извините. После происшествия было долгое восстановление. До сих пор ежедневно Ира пользуется специальными мазями и наблюдается у врачей. Всего во время шоу пострадали 13 человек, 10 из которых – дети. Поэтому долгим было и судебное следствие в отношении организаторов и несовершеннолетнего ведущего химического шоу. В процессе выяснилось, во время представления был применен открытый огонь, что запрещено законом. Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось заключительное заседание. Руководителей развлекательного центра Наталью и Олега Соболевых признали виновными. Но по факту Соболевы проведут в колонии 10 месяцев, так как все эти три года они находились под домашним арестом. Виновным признали и ведущего шоу. Он получил три года условно. Помимо этого, организаторы опасного мероприятия должны будут выплатить пострадавшим компенсации. Всего более 6 миллионов рублей. После вынесения приговора Соболевых сразу взяли под стражу и вывели из зала суда. Но организаторы шоу намерены обжаловать приговор. А между тем, пострадавшей Ире Елисеевой предстоит еще долгое лечение и серьезная пластическая операция. Теперь она боится огня и темноты, так как шоу проходило без света. Ей пришлось отказаться от любимых занятий, танцев и театра. И хоть девочка постоянно улыбается, близкие знают, сколько слез она пролила. Надеюсь то, что я, конечно, это забуду, но мне кажется, эти шрамы будут напоминать мне об этом всегда. Процеление в зеркало, какое-то отражение даже в окне. В ситуации с гравитацией все более или менее понятно. Есть противопожарные правила, и их надо соблюдать. Тем более в общественных местах. А вот что делать с теми, кто считает, что мой дом, моя крепость. Соответственно, делать у себя в квартире можно что угодно. Например, устроить из жилья свалку. Как бороться с соседями, которые несут ссор в избу, разбиралась Ольга Харнутова. На этом балконе иркутском многоэтажке яблоку негде упасть. Здесь лежат не просто старые вещи, которые часто хранят на лоджиях, а мусор. Его хозяйка квартиры собирает на контейнерных площадках и несет домой. Жилье уже превратилось в свалку, от этого страдают соседи, в первую очередь от запаха. Последние полгода у нас ребенок находился в больнице. Мы лечили заболевания органов дыхания у него. Сейчас пьем очень много таблеток и боимся, что вот станет теплее и мы снова окажемся в этой же газовой камере. Бабушка живет в трехкомнатной квартире непосредственно под нами. Мы знаем, что у нее есть родные сын и невестка. У нас были с ними прекрасные отношения. Однако дружеские отношения закончились, когда родным бабушке надоело откликаться на жалобы соседей. Правда, на днях после того, как жители дома рассказали о ситуации в соцсетях, родственники пожилой женщины навестили ее и привели квартиру в порядок. Но это ненадолго, уверены соседи. Тем более тараканы никуда не делись. Я 20 лет уже, как вот в 95-м заехали сюда, уже больше года. Вот. Никаких тараканов у нас не было. Никаких. Вот. А она как уехала, так они сразу появились. Паразиты стали последней каплей в этой истории. И соседи стали обращаться в разные органы. Роспотребнадзор, жилищный надзор, управляющие компанию. Но в ведомствах ничего сделать не могут. Ведь действия женщины не опасны для общества. Хотя своим мусором на балконе пенсионерка перекрывает противопожарный люк. В полиции соседям пояснили, что им может помочь только суд. О случившемся полиции информирует уполномоченный орган Роспотребнадзор, рассматривающий правонарушения в сфере санитарно-эпидемиологических мер. Подобные споры решаются в судебном порядке с привлечением товарищества собственников жилья. Но разбирательство в суде может надолго затянуться, объясняют юристы. Ведь повлиять и на людей, которые превращают свои квартиры в свалку, очень сложно. Возможность пресечь захламление жилого помещения вашего соседа или какого-либо иного лица, к сожалению, нет. Есть возможность только административного регулирования, это привлечение к административной ответственности лица, виновного за несоблюдение санитарных норм, противопожарных мер. Иного регулирования на сегодняшний момент нет. То есть хозяйку мусорной квартиры могут только штрафовать на небольшую сумму. Но отобьет ли это у нее интерес к собирательству на свалках – вопрос риторический. Сама пенсионерка от общения с нами отказалась, поэтому ее позиция неизвестна. Поэтому единственный выход в этой ситуации – обращение в суд. Излишне говорить, что горы бытового хлама в квартире – это не только паразитный запах. Одной искры достаточно, чтобы все превратилось в костер. К слову сказать, пожар – это всегда самая актуальная новость весны. Статистику увеличивают лесные возгорания. Этот сезон более или менее благополучно пережить помогла в том числе и погода. Высоких температур не было. Но в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Иркутской области грозы. Значит, есть риск увеличения числа пожаров в тайге. При этом ожидается порывистый ветер, что также способствует распространению огня. Готовность Прибайкаля к новому жаркому сезону на неделю обсудили в областном правительстве. Для этого в Иркутск прилетел начальник авиалесохраны Николай Кривошеев. Он заверил, что пожарные десантники полностью готовы. Но расслабляться нельзя. Тем более, что характер возгораний меняется. Прошли первую стадию весенних пожаров. Грубо говоря, впереди уже летний период пожаров. Когда к человеческому фактору, стопроцентному на этот период, примешиваются природные факторы, такие как грозы. И пожары становятся все труднее, удаленнее и труднодоступнее. Термические аномалии отмечают все в зерене. Их все становится все больше и по количеству, и по площади на северных территориях. Потушить лесной пожар непросто. Это аксиома. Но что делать с пепелищем дальше? Как это ни странно, но внятного ответа на государственном уровне пока нет. Да, есть декларация. Собственники и арендаторы должны заниматься лесовосстановлением. Но как? За чей счет? Где брать саженцы? А каждый из этих вопросов порождает еще с десяток других. Об этом мы поговорим сегодня с гостем в студии. Сегодня у нас в студии заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения заповедная Прибайкалья Сергей Иванович Кочнев. Сергей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Сергей Иванович, наступил пожароопасный период. Насколько это сложный и напряженный отрезок времени именно для вашей организации? И в чем сложности? Да. Наступил пожароопасный сезон. Введен особый противопожарный режим на территории Иркутской области. И в период с начала года мы готовились к этому сезону. Готовились силы, средства, учреждения, которые будут задействованы в случае необходимости на обнаружение и тушение лесных пожаров. А сейчас мы, значит, с открытием пожароопасного сезона привели все в готовность. Ну, все силы и средства учреждения заключили договора, необходимые на привлечение дополнительных сил и средств. И ежедневно ведем мониторинг территорию с целью профилактики, своевременного обнаружения, ну и в случае возникновения тушения лесных пожаров. А сколько у вас лесов вообще? То есть, какую территорию надо мониторить? Территорию мы мониторим более 1 миллиона гектар. Это у нас Байкал-Ленский заповедник и Пербайкальский национальный парк. Это вся территория или это исключительно лесная территория? Это исключительно лесная территория, да. Ну, а вообще она больше, насколько я понимаю, те же степи? Да, она значительно больше. То есть, у нас общая площадь около 2 миллионов гектар. Туда входят степи, земли сельхозное значение и другие категории земель. Смотрите, вот не дай бог случился в лесу пожар. Вот тушение обычного лесного пожара от тушения пожара в особо охраняемой природной территории. Они чем-то отличаются? Практически ничем. Пожары, они не делят там. Это особо охраняемая природная территория или земли лесного фонда. Здесь зависит от своевременного принятия мер по обнаружению и тушению. И на особо охраняемых природных территориях я считаю, что мы делаем все для того, чтобы своевременно обнаружить и потушить. А так, разницы нет. Лесной пожар, он что на землях лесного фонда, что на землях особо охраняемых природных территорий, его надо своевременно обнаружить и своевременно потушить. Но вот, насколько я знаю, даже ущерб от пожаров на разных землях, он как-то исчисляется по-разному. Вот в чем этот механизм? Да, он исчисляется по-разному. Если на землях лесного фонда ущерб рассчитывается только растительному миру, то на особо охраняемых территориях производится расчет ущерба животному миру. А сколько денег вообще вы тратите на сезон? Лето, с мая по октябрь, допустим, какой-то отчетный период. Насколько дорого содержать наш лес? Ну, все зависит от пожароопасной ситуации и от метеорологических условий. А так, работа направлена на подготовку пожароопасному сезону. Учреждение выделяется где-то в пределах 25 миллионов. А если не хватит? Вот как могут в Москве в октябре месяце, допустим, предположить, что у нас будет в июне? Предположить сложно. В случае необходимости, значит, выделяются дополнительные средства. И в случае, если, значит, ну, много случаев, значит, обнаружения, тушения, нам возмещают эти затраты в федеральном бюджете. В законе как-то интересно прописано, что, ну, да, там, пользователи должны как-то восстанавливать лес. А вот как восстанавливать, не совсем понятно. Вот как у вас работа построена в этом плане? Насколько я знаю, вы пытаетесь какие-то мероприятия по восстановлению провести? Да, мы проводим. Это мероприятие называется ликвидация последствий лесных пожаров. То есть в доступной зоне, в доступной для прохода, значит, техники, доставки людей, мы проводим обследование старых горельников и назначаем там проведение первое санитарно-оздоровительных мероприятий, а второе, значит, подготавливаем площади под лесовосстановление. Это в том числе, значит, рекультивация, так скажем, начала работ по рекультивации горельника 2015 года в районе Бухты Песчаной. Там был большой, серьезный пожар. И сейчас вот учреждением начаты работы по восстановлению погибших лесов. А какая-то же смета наверняка какая-то изначально просчитывалась, сколько надо саженцев, чтобы восстановить, сколько надо времени, чтобы этот лес восстановился. И самое главное, есть ли эти ресурсы вообще? Да, был разработан план мероприятий, но сейчас учреждение за счет, так сказать, внебюджетных источников финансирования, за счет спонсорской помощи, а так был разработан план мероприятий и направлен в Министерство природных ресурсов. Ну, пока он в стадии рассмотрения. А сейчас работы будут производиться за счет этих средств. Ну, то есть, что сами нашли, да? Да, что сами нашли. Ну, и спонсоры помогли. Вот смотрите, ну, вот даже вот посадили мы саженцы, да, вот даже там они прижились там с какой-то более или менее приличной процентовкой. Сколько надо лет, чтобы это место перестало на себе нести последствия пожара? Ну, как минимум, чтобы восстановить все в первозданном виде, это надо 50-60 лет. А вот 60 лет сосне, это вот в диаметре она какая? В зависимости от того, в каких условиях сосна растет, то есть, там, почвенные условия, климатические условия, это по-разному. Там диаметр может быть, вот, допустим, у нас на северных территориях, там попадают сосны, у которых диаметр 18 сантиметров, а возраст у них 120 лет. Поэтому все зависит от условий. Спасибо, Сергей Иванович. Вот оказывается так, чтобы чиркнуть одной спичкой и сотворить пожар, достаточно секунды, а чтобы восстановить лес понадобится десятилетие. А с вами увидимся через несколько секунд. От темы здоровья легких планеты вернемся к нашему с вами. А оно зависит и от того, что мы пьем. Речь о воде, естественно. Насколько качественная она и какая безопаснее? Бутилированная или из-под крана? Иван Марков спросил об этом специалистов и готов поделиться результатами их исследований. В этой лаборатории Иркутска не так давно побывал любопытный образец. В бутылке с питьевой водой, купленной в магазине, нашли водоросль. Ее на экспертизу принесли сами покупатели. Также они обратились в Роспотребнадзор. И не зря. Прямо она плавала в бутылке. Это водоросль. Мы в целях научного исследования посеяли эту водоросль на микробиологические показатели. И обнаружили, что даже в водоросли присутствуют патогенные микроорганизмы. Это значит, что вода была опасна для человека. Микроорганизмы могли вызвать инфекцию. О нарушении специалисты сообщили производителю. Но этот случай не единственный. За прошлый год специалисты выявили 685 проб воды, которая не соответствовала нормам. Проверяли жидкость бутилированную из-под крана и со скважин. В этом году уже исследовали 2000 проб и, к сожалению, без нарушений также не обошлось. В 56 случаях вода была загрязнена. Ее проверку здесь проводят с помощью реагентов. Передо мной на исследовании находится образец питьевой воды, которая продается в магазинах области. Я закапываю 1 мл раствора реагента. Если вода окрасится в желтый цвет, это будет говорить о наличии ионов аммония, которые плохо влияют на внутренние органы. Окрашивания не произошло. Вода в порядке. Проверку успешно прошла вода из-под крана в Иркутске. Эксперты уверяют, центральный водопровод безопасен. Но в некоторых районах качество жидкости могут испортить старые коммуникации. Поэтому проверки проводят регулярно, особенно в соцучреждениях. В последнее время в лабораторию все чаще обращаются владельцы частных домов, где есть скважины. Наша информация не бывает бесполезной. То есть проводят дополнительный ряд мер по очистке своих сооружений. Я думаю, что мы работаем, скажем так, очень тесно. Вода в скважине может быть некачественной как раз из-за загрязнений. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, важно следить и знать, что ты пьешь. Болезни, как это известно, не только от воды, но и от нервов. А сохранить их в порядке жителю большого города очень непросто. Особенно в таких условиях, в которые попали жители микрорайона Нижняя Лесиха в Иркутске. Уже несколько лет родителям приходится возить своих детей в школы за несколько километров. Все свои проблемы горожане изложили в петиции и отправили документ в мэрию. Тему продолжит Данил Седов. Новостройки, магазины, игровые площадки и вид на ангару. Казалось бы, в Иркутском микрорайоне Нижняя Лесиха предусмотрена все для комфортной жизни. Однако это не совсем так. Данный факт может подтвердить Анна Кожевникова. Мама двух детей живет здесь уже 7 лет. И самая главная проблема для нее, как и для сотен других местных семей, это отсутствие рядом школы. До ближайшего образовательного учреждения идти 30 минут. Для ребенка этот путь не только долгий, но и потенциально опасный. Я не отпущу своего ребенка одного, чтобы он шел здесь далеко просто очень. Застройка грандиозная идет и очень несогласована с людьми. Может, нам здесь вообще не нужен этот жилой комплекс, но все в интересах бизнеса. Мы хотим, чтобы здесь была школа, детский сад еще один. В единственный детский сад, который находится в шаговой доступности, попасть практически нереально. Желающих очень много. Но он хотя бы один, но есть. А обещаний построить школу была масса, но никто выполнять их не торопится. Поэтому местные жители решили напрямую обратиться в мэрию и направили туда письмо с просьбой построить необходимый социальный объект. Под требованием подписались более 500 человек. Для муниципалитета это не стало сюрпризом, ведь о проблеме известно уже давно. Грубо говоря, вот эта часть Октябрьского округа требует свыше 2000 учебных мест. В целом в городе Иркутске сегодня ситуация в общеобразовательных организациях непростая. И практически все школы у нас работают переполненными в полтора-два, а где-то даже и в два с половиной раза. При этом организую учебный процесс зачастую в две смены и даже более. Строительство школы на Нижней Лесихе входит в планы администрации города. Возводить социальный объект планируют здесь, на месте участка, на котором расположены металлические гаражи. Их владельцам предлагается, собственно, вольно освободить данную территорию до 18 августа. В противном случае демонтаж будет проводиться в принудительном порядке. Это позволит освободить около трех гектаров земли. Данной площади хватит для того, чтобы построить школу. Однако пока даже проекта будущего здания нет. Деньги на это смогут выделить лишь в следующем году. Вопрос планируется рассмотреть в ближайшее время. Но вот когда школа появится не на бумаге, а на земле, по-прежнему не ясно. Многое не ясно и для жителей поселка Малая Топка. Например, непонятно, когда центральная дорога в нем превратится в действительно дорогу, а не в направление с цепочкой ям. Устав ждать обещанного ремонта, жители решили привлечь внимание властей нестандартным способом. Каким? Узнаете из материала. Глубокие ямы, камни, строительный мусор. И это центральная улица поселка Малая Топка. Местные жители уже и не помнят, когда в последний раз эту дорогу основательно ремонтировали. Обычно здесь лишь заделывают ямы. А порой люди и сами латают дорогу, закладывая внутрь углублений то, что попадается под руку. Кирпичи, щебень, ветки деревьев. Но этого хватает на пару недель. Еще одна проблема – отсутствие тротуаров. На коляске ехать неудобно. У колеса всегда камни подлетают. Неудобно катать коляску вообще совсем. Страдают и местные автомобилисты. Водители такси, к примеру, часто отказываются от заказов в поселке. Из-за состояния центральной автодороги ремонтировать личный транспорт жителям здесь приходится раз в месяц. Пришлось приобрести автомобиль более высокого класса, как говорится. Потому что на маленькой машине уже очень сложно ездить. Постоянные ремонты и все такое. Подвески просто нет. Она умирает. Намучившись вдоволь, жители села решили рассказать о проблеме всему миру. Для своей дороги они завели страницу в Инстаграме, где с юмором стали говорить о наболевшем. И только после этого их услышали. Теперь местные власти обещают отремонтировать дорогу уже этим летом. Надо сказать, что творческий подход уже не раз помогал жителям Иркутской области с улыбкой преодолеть житейские неприятности. Вспомним, как три года назад ансамбль народной песни прославил своими частушками дорогу в Черемхово. На дорогу мы глядим, ой да улыбаемся. Не проехать и не пройти, но мы постараемся. Дорога, три дорога, пусть какие-то ямочки. И беспродвески я сам стою и трясу за тапочки. А общественники из Иркутска в этом году вручили чиновникам премии за самую глубокую яму года. Теперь и жители Малой Топки надеются, что страница в популярной соцсети поможет им создать комфортные условия для проживания в поселке. Но не все новости региона сводятся к разбитым дорогам и невнятной градостроительной политике. Иногда в столице Восточной Сибири бьют родники культуры высшего качества. На неделе это смогли оценить горожане и гости города. Семь дней встреч, спектаклей и кинопоказов. Все это в рамках фестиваля современного искусства «Территория». Как он прошел, смотрите далее. На сегодняшний день нельзя играть интересно классический вариант такого театра, который еще даже в моем детстве был. О тонкостях актерского мастерства в 21 веке иркутянам рассказывает Сергей Чанишвили. Заслуженный артист России приехал на фестиваль современного искусства «Территория». Неформальная встреча со зрителем – первая часть. Вторая – музыкально-поэтический вечер со знаменитым пианистом. Это станет финальной точкой Бениали. Концерт особенно ждет Юлия Пенигина. Театр «Ее страсть» побывала на двух спектаклях в рамках фестиваля. От обоих в восторге, как и в целом от «Территории». Сама идея, конечно, великолепна – показать в провинции современную травматургию, современную хореографию, совершенно новые непривычные выразительные языки. Это совершенно замечательно, конечно. Увидеть все это живое – это редкий шанс. Семь дней Иркутск был территорией современного искусства. Около 40 мероприятий. Спектакли, творческие мастерские, выставки, мастер-классы. Более 3,5 тысяч зрителей. По задумке фестиваль – это масштабный просветительский проект. По сути, культурный праздник с размахом. Подобные фестивали уже принимали Красноярск и Магадан. Иркутск получил такой подарок впервые. Окунуться в мир современного искусства жители и гости столицы региона смогли благодаря золотодобывающей компании «Полюс». Им удалось объединить почти три сотни участников со всей страны. В их числе международного и общероссийского масштаба. Италия – роскошная страна. По ней уже исток не тоскует. Она вся радость и полна. И в ней любовь роскошная весной. Это в том числе творение Малевича и Церетели. Здесь каждая из 80 работ – повод для размышлений, как, впрочем, все произведения современного искусства. Одна из главных задач которого – помочь нам с вами понять, что происходит здесь и сейчас. Понять, что же происходит здесь и сейчас, не всегда просто. Наглядный пример. В социальных сетях появилось видео, где мужчина выгоняет другого пассажира из-за трамвая, из-за отсутствия защитной маски. Но вот что интересно, этот мужчина сам был без средств индивидуальной защиты. Кажется, коронавирус влияет не только на иммунитет отдельно взятого человека, но и на психологическую картину общества в целом. А она не очень хорошая. Но это мое особое мнение. На сегодня это все. Увидимся в следующую субботу в это же время в программе «Особое мнение». И берегите себя.